приступаем к выполнению детали животика навешиваем по две петли слева и справа от нуля от основной детали вязать животик будем на плотности восемь вводим работу нить закрепив ее первый ряд на счетчике вводим в работу третью петлю слева и третью петлю справа провязываем ряд на счетчике два ряда четвертую иглу слева и четвертую иглу справа вводим в работу одновременно соединив деталь животика с основной детали пятую иглу вводим в работу слева и справа взяв для работы петлю из основной детали шестую иглу вводим в работу взяв петлю из основной детали седьмую иглу вводим в работу взяв петлю из основной детали далее берем петлю из основной детали навешиваем иглу 7 рядов на счетчике берем по петле из основной детали вводим на седьмую иглу восьмой ряд на счетчике и вводим работу восьмую иглу иглу не нужны и более нити обрезаем убираем их из работы на счетчике девять рядов соединяем с основной берем петлю и соединяем их с основной детали 10 ряд на счетчике постоянно соединяем по петле с основной деталью на счетчике 11 рядов мы вводим в работу слева и справа четырнадцатый ряд на счетчике навешиваем петлю основной детали соединяем с петлей на иглах машины 15 ряд на счетчике 11 иглу слева и справа вводим в работу навешиваем по петле основной детали на деталь животика провязываем ряд 17 ряд на счетчике соединяем с основной деталью провязываем ряд 18 ряд на счетчике от основной детали берем последние петли берем последние петли те которые относятся к нашим лапкам и двенадцатая игла с левой стороны в работе 19 ряд на счетчике навешиваем по петле основной детали провязываем ряд 20 ряд на счетчике вяжем до двадцать четвертого ряда в каждом ряду присоединяя по одной петле основной детали 24 ряд на счетчике подхватываем петлю основной детали выполняем сокращение на одну петлю в работе по 10 по 11 игл слева 25 ряд на счетчике следующие 12 рядов вяжем просто соединяем деталь животика с основной деталью в каждом ряду навешивая по одной петле от основной детали на две петли детали желудка и шоур олаживая по одной петли Продолжение следует... На счетчике 37 рядов сокращаем по одной петле слева и справа, одновременно соединяя с основной деталью. Следующий 12 рядов вяжем прямо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Еще раз одновременно соединяя с основной деталью, деталь животика, сокращаем по одной петле. В работе по 9 игл с обеих сторон от 0 вяжем прямо до 59 ряда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В 59 ряду с помощью петли-уловителя все петли закрываем в один прием. Выполним планку, отделку, самую последнюю нашего изделия. В итоге свитер имеет вот такой вид, и это та самая мерка, которую, вы помните, мы с вами считали, размер перепуция у кобеля. Для того, чтобы наш малыш спокойно мог гулять по улице и при этом остаться чистым и сухим. Вот такой красивый животик. Набираем для выполнения резинки 100 петель на иглы машины. Выполняем заработок на плотности 0,0. Навешиваем гребенку. Выполняем круговой ряд на плотности 5,5. Выполняем 10 рядов резинки. Итак, мы с вами выполнили 10 рядов резинки. И мы выполним упрощенный вариант нашей планки. Провяжем несколько рядов. Планка готова. Снимаем ее с гребенки. И нам остается с вами планку присоединить к нашему джемперу. И мы это с вами очень быстро выполним с помощью кетельной машины. У кого нет кетельной машины, можно выполнить это вручную. Воспользуемся разметкой на кетеле. И наденем на 50 игл край. Тоненько-тоненько. Половину петель нашего низа. Надеваем петлю аккуратно в край. И постарайтесь одеть немножечко дальше. Вы помните о том, что наша планка в целом составляла 100 петель. Поэтому переворачиваем планку. И навешиваем ее на 100 петель. На 100 игл кетеля. Продолжение следует... Итак, мы с вами надели ровно 50 петель. Снова используем... Конец рабочей нити. Которые закончили выполнение. И начинаем прошивать. Первые 50 петель. И начинаем прошивать. Левую часть, которую мы с вами уже одели, освобождаем и надеваем на иглы кетеля оставшуюся часть нашего изделия. Субтитры делал DimaTorzok Ну и конечно же, начиная присоединять с оставшимися петлями планки. Субтитры делал DimaTorzok Я думаю, что совершенно понятно, что придется узкую планку выполнить несколько этапов. Вот у меня снова заканчивается рабочая нить. Ввести в работу следующую нить. Выполнив несколько стежков двумя нитями, снова переходим на одну. Постепенно освобождаем уже прошитый конец планки. И вот теперь мы можем беспрепятственно закончить, соединив края. Работа закончена. Снимаем с кетельной машины наше изделие. Распускаем петли цепочки. Вот такой вид имеет наше изделие внутри. Ну а снаружи. Сейчас развернем и посмотрим. Это нити, которые мы вводили. Мы их можем красиво и аккуратно срезать и снять. Освобождаем бросовое полотно. Можем его еще даже пару раз поиспользовать. С лицевой стороны у нас аккуратно прикетлеванная планка, а с изнаночной стороны у нас тоже аккуратное соединение. И у вас такое получится, если вы воспользуетесь кетелем и выполните в край. Все, что остается сделать, это соединить вот этот небольшой участок и свитерочек для вашего принца готов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова